Тема первая. Мы в Петербурге сейчас организуем музеум-головоломок. Это небольшое помещение, чуть побольше, чем то, что здесь, в котором мы располагаем экспозицию и в котором мы с людьми занимаемся. Значит, плюс этого помещения в том, что оно находится в самом центре. Это площадь Восстания, для тех, кто знает Санкт-Петербург. Это как бы номер один в сердце города. Рядом с Московским вокзалом. Соответственно, если вы приезжаете в Петербург через Московский вокзал, обязательно приходите к нам. Про образ мы долго думали и решили, что про образ нашего проекта – это ничего. Даже размышляем, написали на вывеске. Потому что хочется создать не просто холодный музей, как некую такую среду спиродействия, волшебства, креативности, загадочность. Вот сейчас это выглядит вот так, но это постоянно меняется. Это было в тот момент, когда я уезжала. Значит, ну, это вот, как это выглядит с улицы. И это в нем уже стоит перплексус Майкла Магиннеса, который подарил нам его в Америке. Мы привезли это. Уникальная головоломка в России, я думаю, что единственное – это вот объемный лабиринт. Где-то в Петербурге. Ну, такой – да. Да, такой – да, такого размера. Я помадаю перплексус. Там он нам давал даже больше. Он сам говорил, что если ни разу не уронить, то прохождение примерно час. Но у нас никто, даже до половины люди, которые регулярно практикуют, пока не перплексус. Это вот мы опередили Диму с его этими украинскими флагами и расположили на потолке крестики-нолики. Вот. Значит, почему я это вам рассказываю? Потому что, значит, действительно построение такого музея – дело сложное. Хотелось бы привлечь комьюнити, в частности, питерское. Питерских головоломщиков мы готовы разместить в вашей коллекции на время. Там к нам пришел Трубицин, если кто из вас знает, подарил нам сосуды свои, они выставляются. Мы сами сосуды огромные купили случайно. Поэтому, если у вас есть какие-то ненужные вам головоломки, дубликаты, сломанные, старинные, будем очень рады это все у вас принять. И разместить с информацией о вас, какой хотите. Будем готовы взять у вас на реализацию головоломки, потому что у нас пока места много. И любых энтузиастов зовем. Потому что, как вы знаете, даже продавать головоломки и показывать – это довольно трудно простому человеку. Нужно в этом понимать, знать и как бы делиться вот этими всей идеями. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...